здравствуйте дорогие друзья сегодня я нахожусь с геннадием рождественским порту катароха но порт катароха порт само по себе название она звучит гордо но это как бы канал но все равно называется порт дядя гена посмотрите на меня слухом всем приветик вот а что нас привело в этот порт ну во-первых начнем с того что гена тут решил снять пару обзоров свой видеоканал по поводу своей вот этой вот хиробуны мы отсняли обзоры и мы вот уже присели ловим рыбу и сидим и так вот вспоминаем ровно 22 года назад мы приехали в испанию и вот этот порт катароха вот этот канал это был канал первый канал где мы начали рыбачить в испании принципе очень и знаменательная дата тут не деться очень много каналов но начали там и с этого тогда начали с этого и дальше в общем и пробовали места все разные здесь нам сразу не очень нравилось ездили немножко дальше ну что здесь есть вагова буфера называется озеро буфера там запретили ловить в итоге там очень тоже много каналов если посмотреть карту гугл то каналов миллионы здесь ответвлений но пришло время когда запретили сделали сделали парк натураль опа опа уже радует хоть что-то шевелёж был ген давай вспомним значит давай подчеркнем значит что у нас в этих каналах которые крепляются от озера альбуфера что мы можем здесь обычно обычно мы начинали вообще тут был созат у созана просто немерено созан здесь не карпа созан он длинный растет тоже кстати есть хорошие земляры ну они в основном здесь конечно вряд ли вы возьмем крупного хотят убрал два с половиной килограмма и три килограмма такие вот но это очень редко страшно карась есть да карась появился лет 15 назад появился но очень очень привередливый очень слабо клюет есть у него периоды вот май в принципе апрель-май он достаточно хорошо клюет но сейчас нерест скорее всего он болеет это обычное явление после нереста вся рыба болеет и сазан и карп вот есть здесь я уйду даже любину вот на этот на это же стать на это же удочку появился здесь также блокбаскета которые обычно здесь не было его много лет вот последние годы он здесь появился видно рыбачки ходят иногда со спиннингами и тут я сам лично видел вот проплывали прямо вот тут вот но сегодня как-то вот вода упала почета позеленело не знаю всем это связано вот были дожди может сгоняли сейчас немножко остановили уже сгоняет обычно все в сторону моря вот вот приехали сняли видео обзорчики и наслаждаемся породой как уже дожди получается карпа мы назвали карася назвали любимый назвали потом пеленгас пеленгас за по-нашему пеленгас по их нему это лиса мухоль там по-разному называют тоже присутствует здесь и хороший экземпляр а кстати потом есть угри угри тоже есть ну в принципе да вот кстати вот вы видите впереди нас впереди вот эти вот лодки это чисто специфические валенсийский традициональные традиционально традициональные это профессионально они выезжают сейчас редко кто выезжает и бросает сети бросают сетей а помнишь мы хотели когда-то с тобой купить вот такую складчину называется не все не так просто оказывается вот друзья чтобы иметь такую лодку вот в таком канале надо не просто там это за пришел купил ничего подобного надо она передается вот это вот по наследству то есть если у тебя папа был рыбак дедушка был рыбак тогда ты можешь купить эту лодку а так ты ее не купишь кстати делают экскурсии вот именно вот именно с этого порта выходят несколько водок таких более приличных они делают экскурсии здесь есть два бара вот один напротив как раз и один на въезде там тоже можно приехать и позавтракать пообедать уже на ней помогли не делают но в принципе семьей можно семью и очень там с той стороны хороший парк вечером освещение есть достаточно приличная зона отдыха скажем как плюет а вот опа чего нет нет не успел еще вместе с этим был такой хороший кирон чико то есть да сейчас на самом озере запрещено ловить рыбу потому что что они приняли вот эти законы новые такие вода ужесточили за последних несколько лет очень сильно ужесточили даже я не знаю как это обозвать не не очень хорошими словами очень ужесточили но в принципе что еще мы можем рассказать про вот я хочу сказать друзья чем она удобно удобно на тем что он от валенсии это буквально 5 километров вы приедете и самое главное чем вот привлекает вот вы приехали расположились на берегу а машина стоит вот рядом вот я вам даже покажу генину машину кстати гена от купил эту вот машину для рыбалки я вот не знаю как вот чисто для рыбалки иметь одну машину у него правда это все он лентяй ничего вытаскивать не хочет мне свои слабые хранить и я только лишь поэтому и машину купил да что нигде хранить ну понятно вот мне интересно друзья все покупают вот так вот рыбаки машину по причине того что вот нигде хранить значит надо купить джип чтоб там что-то хранить или все-таки может купить это неважно можно обходиться любой машина да я езжу некоторые места попозже может быть мы с тобой снимем хорошие видеоролики есть такие очень хорошие красивые водохранилища вот и там где я езжу я люблю ездить там только лично джипе спускаться очень размывала плохая дорога там на машине нормально ну нереально спуститься может быть как-то и спуститесь но подниматься будет сложно а даже вот так да поэтому я люблю подъехать и как говорится в легкой доступности близкой доступности иметь машину в плане что очень много вожу с собой прикормки снасти очень столики стулья все это вот и езжу очень часто я езжу на рыбалку где-то ну пока вот работы этот год вообще может быть 3-4 раза в неделю нам теле хенд ну вот как то так да как то так ген но хорошо ну например же что понимаешь к нам валенсию приезжают люди с разным местом не только штамм с россии с белоруссии там бывших странах снг русскоговорящие люди они везде есть даже в сахаре я в сахаре жил четыре месяца обалдел буду и нас живут русские это просто интересная тема но это ладно то другой обзор что я хочу сказать вот приехали люди пеша не могут обратиться чтоб ты их вывез на рыбалку посмотреть нашу испанскую рыбалку организователь я знаю что ты это все организовываешь просто скажи вот так с тобой лучше связаться ну я оставлю конечно твои данные в описании этого ролика тебя на канале кстати написан не помню но я думаю что это дело если что мы поправим говоря это сама надо проверить уже сколько рассмотрим тебя поплавок там что-то бьет бьет на нет вот это вот кстати я уже проникся твоей вот этой хиробуной ну завораживающая штука особенно вот она интересно что она не ведет а просто как бы тупо поплавок потому что меня есть и меняет свой уровень да вот чувствительная снаска я немножко сделал более влюбленного теста в принципе ну ничего ничего мы сделали пару забросов там то есть уже кормовое пятно мы немножко уже наделали принципе можно это сюда вот я жрю удочка достаточно легкая вот я не знаю ну поэтому не сложно делать перезабросы мне это нравится вот вот таким образом ловлю на два крючка тесто всегда никаких опарышек и никакой гуку грузы это тесто насыпается делает кормовое пятно и не кормлю не с руки не с ноги не как вот пришел начиная работать сижу вот на таком стульчике сделать и прикупил подушечки а значит получается так стульчик отдельно подушечки но подушечки уже для удобства потому что если долго сидишь немножко как бы 5 . чувствует это дело а значит и себе подушечки отдельно покупал до купил до купил что более не бывает что по зиму мы тут почти круглый год у нас вода открытая всегда и поэтому бывает прохвата и более у нас ты знаешь наш климат здесь эти ранее он вечера падает немножко опускается температура и вот эта сырость очень большая как бы надо немножко себя как вырезать как явленько но подклевывает надо что-то дождаться хорошего давай по фантазируем куда мы еще можем поехать с тобой чтобы показать людям какие-нибудь там места интересные слушай а порт сия он тоже там как бы надо но там все практически однообразно но я тоже я для этого не 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 рыбачу вот мы были с тобой в сроке вот там более-менее мне понравилось ну вот съездим еще не раз туда но я жду как немножко влачат пареется уже немножко погода наладится потому что у нас весь апрель тоже были дожди его же начало мая тоже были дожди и там еще холодно то что в принципе это 100 километров от города и там горы это нам на туих арбаса либо себе на хавер очень красивое место это туда повезу ну поедем на целый день но там связи нет там в ролике запилим посмотрим еще потом как-то уже очень красивые места вода очень красивая почему а там насчет того что например по ее за бабах от нет нет нереально и есть место там там есть на дамбу если поехать там по моему будет есть летний кемпинг там поможет что-то есть такое можно поехать повезут проверить я просто езжу чуть ближе не доезжая туда вот я вижу что место такое там только лишь приезжают люди на джипах то есть нет там особенно много людей поэтому мне нравится это очень место а вот тебе это сама слушай ну если сравнить я например по ее готовлю вообще можно сказать и не готовы по сравнению с тобой да я знаю твою по ее которую ты приготавливаешь очень классно а вот например для друзей там ну тебе позвонят например и похоже там рыбалку совместить с поэй ты знаешь такие места сейчас уже или как-то сейчас кстати вот проблема с этим огнем со всеми делами ну да в зависимости от периода конечно это будет все как это будет выглядеть и день какой должен быть день будет безветренный чтобы служба разрешила не запретила вернее как бы есть специальные телефоны у нас просто проблема здесь в испании с ветрами сильными если сильные ветер то конечно не разрешат вот видишь но это всегда можно взять с собой еду сделать на месте салатики туда-сюда и всегда провести на природе всегда проходит время хорошо нет такого дня чтобы чтобы ты поехал по правил по ходе не но это понятно но ты же понимаешь по и как бы время пройдет намного понятно да понятно конечно если места здесь озера и есть появится можно как бы организовать без всяких проблем посмотри идут поклевки какие-то интересные вялое вялое нет нету весь вот весь витровое течение сейчас и видать видно что пошло сгонять в либо либо ветер гонит поверху видишь еще не пошло вот такие посидушки мы можем с тобой делать и отказывать ребятам вообще что происходит у нас в этих испанских краях да по поводу рыбалки там силу в принципе видишь очень много кто занимается хобби да разная там то рыбалка это не больше я отказался уже от рыбалки давно но потому что в принципе ты не может не понял это что я перешел на металлопоиск мне это больше но еще и по здоровью что толстый мне быть ходить за вперед лучше за детектора вот интересно да все таки это вот альбуфера сама по себе она самая простая в простой доступности понимаешь и вроде вроде вещи клюет то есть смотри вот сейчас хорошо прямо сразу нападение раз почти что такое интересное а может быть рак в рак обычно рак обычно притопит как-то поведет в сторону вот так вот вот я ж тебе говорю рак сейчас посмотрим даже должен уже пойматься не может такого быть то возьми мою камеру кость посмотри что как потом хоть посмотреть запись хорошо камеру тоже сейчас посмотрим на сейчас беседуем пока на мою сейчас вот у меня кстати осталось 9 процентов запущено ночью у меня что-нибудь еще сделаем мне больше интересует что это за поклёвки поклёвки разные бывают но уже какая-то интересная поклёвка похоже на перенгаса ну не факт что-то такое хоро хорошее то значит я думал погулять оборвало крючок ну воды нет так ладно друзья вот такая наша посидушка небольшая побеседовать на 16 на 17 минут ну в принципе да чему бы нет чему бы не вспомнить прошлое подумать о будущем я хочу сказать так друзья конечно гена скромничает но я вам так скажу позвоните гене он вам организует хорошую хорошую рыбалку у нас тут болезнь равных линии просто нет это я вам говорю как краевед так что звоните гене не стесняйтесь гена классный парень так что до новых встреч всем всего хорошего